так 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 не смотри не смотри смотри да это у меня что-то с интернетом пропало так у нас кстати новость сегодня по сайту мы наконец сделали такую штуку очень хорошую сейчас посмотрим как она работает работает она прекрасно будем смотреть скоро стримы вот так значит давайте попробуем ее потестировать огромнейшее спасибо просто огромнейшее спасибо ребятам которые занимаются у нас такими хорошими штуками скоро я буду похоже не нужен но мы это за паролем так сейчас значит это площадь свободы парк горького славянский глобус и ну допустим ретранслятор новостей вот будет все гораздо красивше нет это локальные какие-то зависания стримов сразу с аккаунтом можно создать там ботов да то есть и начать с сайта спутник а вот если на группу флажок кидаешь это у администратора группы этот флажок вылезет или это все-таки у разработчиков ну в церкви мне кажется вот так что с самого начала там и шел Тун когда он в рк выступал интересно конечно я не знаю я от баскета реально не слышал уже ну он ушел в рк в другую группу вещать и я его не слышал уже в реально давно поэтому интересно конечно если это фейк это было бы очень странно так вот давайте баскету позвоним на допрос вызывали господи баскет привет тебя давно не было у нас как дела да привет я выключил звук там даже ров так получилось вкратце расскажу что и как произошло ну в общем вчера же была зачистка приехали в палаточный городок выносить вот эти правосе приехали очень структурировано колоннами сопровождение ментов с мигалками на новых машинах вроде номера харьковские поставили но это вообще по нему не слишком далеко это понятно те харьковские которые стояли там возле Кулиничей взяли и свалили сразу причем вообще вот перепугана а те вышли там из гостиницы этой самой ну выехали с Харьков палаца колонна 5 машин справа колонна 5 машин слева вышли структурировано с ментами вместе организованной начали зажимать кольцо в городов палаточных вчера с оружием причем они с оружием кто-то с калашами пистолеты у всех там у них эти самые у некоторых форма ментовская нашивки вот эти красные черные это кошмар вчера был вот 4 10 утра это начало я оттуда сегодня позвонил один там из знакомого что называется и я у них спросил как дела он просто вчера был на памятнике тоже там был на памятнике Ленина я туда приезжал я все это был там до конца видел вот и я у них спросил как что же здорово он говорит да все вытащили задержали вчера вот и он говорит да вытащили всех там своих не бросаем да и говорит что нужно там передачку одну форму надо так надо и он спросил когда а он вообще никто не знает где я живу на самом деле потому что я живу не по прописке вот ну и а мы встречались вот там от моего дома однажды меня там представили его как знакомого и вот встретились и ну он сказал что подойдет какой-то друг там все нормально подойдет друг какой-то ну я же вышел вот вышел зашел пришел на то место где мы встречались там действительно стояла машина так не позвонил дело в том что позвонил этот человек и сказал что он Олега малого типа и ну звонил три раза потому что я только пошел телефон вот я вышел и смотрю таксисты 30-40 именно 30-40 такси вообще в шоке было пазел они работают антимальдановки я смотрю я вижу знакомые одно лицо и второго я вообще нормально знаю то есть я увижу очень часто он трется постоянно на площади среди антимальданов я вообще в шоке ну на пазелла да вот эти работают 30-40 такси я вижу одного из них я же нормально знаю так ну в лицо лично не знаю но в лицо хорошо знаю лицо то понравившим малой шклявый ну капец и привет привет что там и как и подходит сзади сразу два еще подбирает на себе надо поговорить я с вами разговаривать не буду и этот тоже который правосек ну типа вот это малой шклявый он тоже заломали руки и начали я сопротивляться еще там пытаться ну 4 человек но они он не участвовал в этом все ну как бы стоялся и все заломали поколотили заснули в машину в мешок и все из мешки меня куда-то везут это кошмар и я спрашиваю кто что где я же не понимаю обыскали разобрали телефоны давай что-то там фигню какую-то спрашивать там где шок причем вопросы не особо непонятные были и сейчас мы тебя поезжим как вы вообще живете и там пальцы и там будете мучить ну серьезные такие воздражение было серьезно я понял что у меня везут в подолгом Осетии ну вот так вот я понимал ну по пункту брались глушники вместе с этими правосетами ну тоже опять же наемные привезли и потом когда меня уже сняли привезли вытащили я думал лишь буду в подвале потому что у меня постоянно там спрашивай сейчас еще рассказывай потому что там сегодня попрощаться с жизнью там запишися там в неведомую там какую-нибудь другу погибших пропавших без вести ну и все в таком пути и постоянно там вот это ну прессинг серьезный ну не то чтобы сильно серьезный но я вам скажу что человеку сложно выстоять после такого но когда меня привезли в мешке я там спотыкался в эти бордюры я когда увидел и вот какую я картину увидел передо мной стоит прокурор города это Попович новоназначенный прокурор города Харькова Евгений Николаевич хотя он вроде харьковский он там был при тех и при всех вот и вот он стоит и начальник управления стоит и вот этот чувак который меня забирал причем он изъял у меня все абсолютно там ключи там от машины там паспорт и изъял у меня кошелек в кошельке у меня были деньги денег много было 7 тысяч гривен было вот и были кредитки мои там 4 штуки удостоверение мое рабочее ну вот так вот и права техпаспорт все это было в кошельке все забрали абсолютно ни хрена не вернули вот начали что-то я же уже вижу что вроде как менты там отвезли в кабинет в правовое поле перевести разговор там представиться где что там вот представились такие вот прокурор что-то там допрашивал меня я не понимал по какому делу то есть не то что я там дурачка окошил они действительно от меня требовали информации которой у меня нету на самом деле нету и я охренел и я говорю что это как а что там тебе все верну там я начал спрашивать ну что возьмите визитку мою в кошельке лежит посмотрите ну юриста ну так где они ну вот у него там тебе еще вернул после допроса если на не вернули взяли выгнали еще допрос был я же вызвал адвоката ничего не буду с вами разговаривать дело там по 13 апреля когда побили майдаунов в переходе вот тогда на площади на митинге переходит вот это делать по счету там по факту это не годится меня там не было на самом деле оно и правда не было на митинге там был но в этот момент когда избили я отъезжал со мной причем группа была и там где встретился с группой отъезжал то есть там я могу легко доказать что у меня не было но я понимаю что это бесполезно тут только 63 только с адвокатом и я объясняю на слова то что можно вызвал адвоката одного потом контору всего адвоката ну ребят много конечно сразу подъезжали подъехали внизу собрались и этот гранасек этот из булочной бред ушел и я ему говорю где что где в документы где там там куча моих всех документов и прокурор меня заверил что это все вернулось а ни хрена не вернули и начальник управления сказал то сейчас ты не переживай и все вернут ни хрена не вернули а грабили вот они грабят они по городу грабят они останавливают тупо они бывают на но они много грабят они сейчас забирают деньги просто у людей они ловят выцепляют надевают мешок сажают и везут непонятно куда и как правосеки работают вместе с ментами в паре это страшные вещи и как мы можем против них сейчас сопротивляться я никогда такую информацию не распространял потому что ну это как бы не особо дух потому что называется но мне сегодня первый раз в два с половиной месяца стало страшновато я думал что у меня действительно повезут где-то буду сидеть в болоте и в лучшем случае а в худшем вообще не буду нигде сидеть где-то завалят и хотя я просто еще когда ехал я не понимал за что но когда вчерашние вот эти картины и вот этой серии ну как это в ночи происходило я вообще мы еле свалили нас реально могли там порастреливать и вообще я теперь на канал выходить не буду где ничего тут единственный способ мы не победим эту войну вот так вот писюльками там или как-то я это все понимаю есть только силовый вариант и с этими людьми в одной стране жить невозможно нереально я не думаю что все-таки юго-восток согласен это это уже физически невозможно с такими это беспредел и причем полный и это не годится когда начнут выцеплять всех а у них тем например мои соседи все знакомы они просто охренели какого бы настроения не были но они просто все охренели сегодня как что вот так вот происходит пора тупо берут вылавливают и все и в мешок и пора и куда либо на свалку либо в подвал и там пальцы резать как они говорили мне сейчас все пальцы отрежем сейчас начнется уже там доставая ножницы и мало того они ходят среди нас на площади это вообще вот такие вот пироги у нас в Харькове тут работает эта группа Днепро как она там мобильная я не помню ну вот это мобилизованная группа этого правосеков они здесь работают они здесь еще собирают улитросвит из Пашинки там типа тем в жизни были не мирные а тут взяли палки в руки стали мирными но это как пешмар СМИ захвачено ресурс какой менты вместе в паре с днепропетровскими вместе с правосеками страшные вещи только война только война я не вижу вообще как это как это вообще разрешить то есть уже какие федерализации какая хрень это вообще полная херня никаких федерализаций тут нужно либо либо не жить с ними вместе либо либо просто уметь они просто зачистят всех и все это будет силовой нагнетающий такой смысл тут два момента либо победа и мы будем жить отдельно мирно и счастливо тогда но вот в этой федерализации не получится ну никак я не вижу этого вообще я даже не понимаю как с ней можно будет жить они это полные беззакончики ничего не делают они сначала делают и кофер с гепой вот сегодня с гепой это было тоже это капец я прекрасно знаю никогда когда я уже не спал тогда получается третий сутки я охреневший и вот гонят тут две варианты либо гепа затихамилился типа свалить решил потому что почувствовал что будет жопа с этим митингом еще 9 мая он понял что будет херня и просто решил свалить и заранее построил эту всю хрень и спихнуть ее сразу с помощью той же хунты вот спихнуть это сразу же на антимайдан потому что а правосеки выбрали очень классный момент они выбрали когда гепу не любят ни майдан ни антимайдан и всегда это можно спихать вообще идеальный вариант потому что гепа он как бы под хунты был но он из-за этого очень сильно нажился и врагов в антимайдане очень много теперь его вообще все все не любят очень все не любят за то что он сливальщик но движок полизать одновременно невозможно и вот наступил момент когда его слепили просто напросто того же гепу хотя может он и сам это закомбинировал евреи то есть две версии у нас такие я не понимаю этого все они спихивают на тех кто спихивают на пех опять но страдаем мы вылавливают нас сажают значит активистов одиночки у них засады огромные засады есть и там на одну машину там 4-3 человека они дежурят постоянно где-то возле активистов и стараются вылавливать бывает домой даже ломятся но это они запаливают а по-другому группы вот так вот как вчера я увидел я вообще в шоке был ну как тут даже если бы мы были с каким-нибудь там ну это женский палачный городок мы туда пришли посмотрели как девчонки вот и они там чай и кофе мы пошли там погреться попиться потом появились эти же поддоны первые там решили делать оцепление потом вот эти же нанятые засланы именно вот я не знаю там насколько они там проплачены идеи но они проплачены по-любому и они работали там все это время пошла зачистка я просто ну на зелла они на зелла на зелла такси 30-40 работает там возможно тоже чтобы там думать я просто слышал много раз по зелла что давайте наших там таксериков там 30-40 да нифига они не наши вообще нифига вот смотри инфа мне сегодня тоже пошла от человека который был на площади я тоже не стал ее в эфир пускать пока ну чтобы не бередить народ но если ты уже звучит в эфире смотри я прям зачитаю те кто по рации общаются они же и сливают Харьков я не говорю про всех но вчера ночью видел таких четверых как они улыбались когда разбирали городок палаточный да и не только там было много интересного а я спрошу Ники запомнил нет не запомнил им срочно кто общается по рации нужно друг у друга переписывать данные проверять с кем с кем общаются по рации Ники не запомнил потому что людей много не всех не запомнишь то есть вот он хотел выйти в эфир парень у нас тоже я его не пустил просто потому что это инфа как бы без ников была бесполезна то есть только только будет общее тотальное недоверие друг другу и все но раз уж она я не знаю как там было вот с теми кто ну реально меня всего вот так вот по телефону на меня вышло меня выцепили в одиночке причем это было на остановке куча людей было все это видели я там пытался простреляться людям абсолютно диваны войска они вообще они не будут участвовать какая бы война тут не была разве что если вот погибнет десять тысяч или сто тысяч вот тогда может быть люди и поднимутся и просят все эти работы и начнут запасаться там макаронами и так далее а так люди вообще не выйдут они посмотрели когда заломали кого-то мешок на голову одели какая им разница когда меня сегодня вели меня долго вели я так понимаю они запарковались далековато а я же в мешке я же ничего не вижу что такая себе бодюр я уверен что людям пофиг абсолютно ведут какого-то человека в рубашечке вот так аккуратненько с мешком на голове но это капец люди диваны войска не поднимутся вообще чтобы не было вот когда из близких начнут вылавливать сажать или убивать вот тогда они поднимутся но это нужно чтобы это было в каждой семье по жертвам а представляете сколько жертв надо в каждой семье чтобы нагнуть весь город хайф по другому никак я не понимаю как по-другому вообще и тогда будет вмешательство уже внешне потому что здесь какая тут армия какая тут нахер украине армия 6000 вот эти вот армии ну что это за армия и наемников сколько там у права сектора да они там организованы но это щенки малолетние у них конечно есть там оружие и дозволенность и информация все это они в паре вместе работают но это малолетние не обученные щенки они не профессионалы они просто безбашенные и со своей еще пропагандой с этими промытыми мозгами будут упасть и всех подряд не важно там женщина не женщина вот такая вот ситуация у нас в городе то есть в принципе это как бы для внешних стран там или как-то серьезно ничего нету это маленькие группы но революция действительно делается а вот зачистка уже серьезной армии она может произойти у нас только из дни потому что внутри нашей страны нет как таковой армии ее и не было ее и нет так что я вот не знаю как здесь быть и ждать либо силового разгона ну либо я не знаю как здесь быть в Харькаре уже потерялся активистов повлавливали очень много а вот эти вот которые ты говоришь вчера там четверо вот один из них меня слил девчонки там оставались они с ним ну как они оставались они это шли все настолько перекуплены от массовости а тут это движение было и когда на тебя идет огромная толпа кольцом зажимая структурированно типа пытаясь они не строят ни шагом да у них еще нет там отработки этой да но у них уже есть организация и у них они с ментами идут это что на ментов наезжать а я не представляю это же палачный городок девчонок был если там что-то было они туда нагидали говорят каких-то уже там пистолетов поджигали туда там фаера ну да там уже накидали девчонки это же ничего не приносили как бы этого же ничего не было а вообще инспекции не могло быть не то что оружие а даже мысли об оружии как бы этого не у кого ничего не было же как там что-то где-то появилось я не понимаю там не было ничего городка там 8 или 9 палаток стояло и Причем одна из них не жила, этого эфиопа-коммерсанта. Ну вот он стоит все время с этим флагом георгиевским, он тупо там деньги собирает. То есть сибой всем жилой в палатах. Ну это фигня вообще, какие женщины, куда они, какие коктейли, какие там пистолеты. А представляете, если это началось первый какой-нибудь выстрел, или провокационный просто сбоку, где-то забежал бы вот так же провокатор, и один бы выстрелил в кого-нибудь из правосеков. Все его поубивали специально, специально зашла на провокацию. Заходит один человек в нашу толпу, он притертый в ней давно, вот, а у нас же как сейчас пистолетовея? То есть, о, я его знаю, все, этот знает его. Все, привет, это наш тихо. Достает какой-нибудь там драматический пистолет, или просто, просто холостыми. Достает его и начинает стрелять. Дурость такую глупость делает, и все, и всех ложат. Всех тупо расстреливают. Так вот. Ну это кошмар. Здесь воевать в открытую, с такой силой невозможно. Здесь нужно либо идти на танках этих бэд, и вот так вот, каждое здание, там СБУ, менты, там все эти вещи. Вот, а по-другому никак, они здесь все это контролируют. Либо партизанская война, но я вот буду вообще партизан, и теперь партизан. Вот это мой последний, наверное, эфир, буду заходить сюда, слушать как бы что-то. Но вот такие вещи больше рассказывать не буду. Это я сейчас рассказал, чтобы как-то себя защитить медийно. Потому что по-другому никак, меня завтра уголовное дело еще какое-нибудь придумают, повесят и привет. И буду доказывать еще раз, что я не осел. Хотя я вообще не... Может, это хорошая тактика медийно защищаться таким вот образом? Ну, медийно защищаться, это нужная тактика сейчас, в нынешний момент. Потому что, возможно, медиа, она хоть как-то, вот которая просачивается, она хоть как-то до людей, до стуки, которые понимают, что идет полное беззаконие. Сейчас в законе нет, идет полное беззаконие. Фашисты вылавливают антифашистов. Вот сейчас идет перевес в Харькове на их стороне, реально перевес. Потому что у них все ресурсы есть. Власть, СБУ, разрешение, зеленый свет, деньги, и все это есть. И они могут крутить информацию в СМИ, как угодно, то есть навязывать людям. И это вот... И как... А что у нас есть? У нас ничего нет. У нас только запреты на митинги есть, флажочки, скотчи и так далее. Все, больше ничего нет. Даже не ресурсы. Уже все ресурсы, которые были, все истощились. Мы же на домашних харчах, что называется, на закрученных помидорчиках живем. И никаких ни финансов. Ничего нету этого. Нету тут какого-нибудь... Если там с севера, или там с России, или с Америки, или с Европы, такого здесь нету. Здесь не будут там майданчики с биотуалетами и депутатами, которые будут перевозить всю эту еду. Здесь этого нет. И не будет. Здесь надо... Ну, это по-другому надо решать. Либо действительно, что-то закрепляет там группы, как-то они матери, там, каких-нибудь. Десантников, которые там... Ну, я не понимаю в этом просто. Это нужно силовой. Здесь только силовой вариант. Мирного здесь ничего не будет. Мирный будут вот митинги, там, 1 мая, 9 мая. Там не будет действительно большая толпа. Но опять же, посмотря на их безвожность и беззаконие, я теперь вообще не понимаю. Ну, митинги, это в этом есть смысл, но я не понимаю, как потом свою безопасность держать, свою безопасность. Потому что на митинге ты в толпе, да, тебе ничего не будет, как бы. И то теперь не факт. И то. А по-одиночке? По-одиночке они порывают все. Даже маленькими толпами они разорвут, расстреляют и растерзают. И злости у них ненависти. Очень много, очень много. Приехали вот с такой вот ненавистью на нашу землю. Но точно я уверен в том, что это закончится все. Ну, это развал. Это развал. Невозможно будет вот так вот два народа, Юго-Восток и Запад примирить. Это будет невозможно. Много-много миллионов, очень много миллионов. Это не воспримет никак. Мы никогда не сможем носить цветочки там в Бандере. Но это невозможно. Это, в принципе, смысл жизни. Все это память, история. И так вот ее взять, поломать, переломать. Почему? Потому что здесь пришли правосекторы с оружием вместе с их глушниками. Но я думаю, что такие вещи насильно не меняются. Это просто раскол. И все. Это точно. Ладно, я опубликую это. Да, я видео еще сниму где-нибудь обязательно. Как они там, где российские? Там РЕН-ТВ, НТВ. Обязательно влазь Мюсфор. Хотя, вы знаете, что шуструю, ежи шуизли, все депортировали. Когда они с напарным там встречали. Да, да, их выгоняют уже. Но эта информация точно, чтобы там не писали. Да, он пошел навстречу. Они там шуры-муры крутят. Вот докрутились. Так, Баскет, ну ты слышал, да? Что сегодня в Донецке было? Нет, не слышал. Не слышал. Я понял. Сегодня в Донецке правосеков, которые в Харькове вчера были, их очень жестко разогнали. Ой, спасибо, ребята. Ой, спасибо. Очень жестко. Донецк празднует победу. И причем, я не знаю, как их надо ловить, не отпускать. Их просто бить, это не годится. У них только будет возрастать их ярость. Их надо, на них не надо отрываться так. Их нужно уничтожать. Каким образом? И это вы уже там придумываете. Держать это в заложниках, поселить их куда-то, закрыть, подкармливать. То есть, их нужно содержать где-то. Но их нельзя выпускать. Вы выпускаете ярость нагнетающую. И чтобы там не думали, если правосеки здесь или в Днефре начинают гнать, применять сильную силу большую, они должны не забывать, что на каждую силу есть противосила. И здесь, в принципе, в Украине так и происходит. Как только они серьезно меня это привлекают, получается антиотдача. Антиотдача от таких же людей. Да, только уже с правдой. Ну, и, к сожалению, не только с правдой, еще и с жертвами. К сожалению, так уже. Потому что вот вчера, когда говорили, когда этого велосипедиста там заколбасили насмерть, это вообще я в шоке. Я видел, что меня не было вчера там. Я же это в Донецка как развернулся, когда это все закончилось. И я приехал, увидел видео, и привет. И потом вечером там вот это ребят собирал там по больницам, привез, и мы на площади вот это встретились, и после чего я увидел вот это палачное городо. Так что, ну, я вчера увидел видео, я охренел. Я не понимаю теперь, кто из них там засланный. Это Оксана Рыжая, как она провела людей сюда. И додуматься на металлиста. Там футбол, ультрасы, их же сколько расколбасили. Они все злые, злые. Вот. И, ну, это кошмар. Это просто кошмар. И повезти вот так вот толпу на стадион, в количестве там трехсот человек, намного отличнее. Тем более, они не брали. Еще ультрасы Днепропетровские. Они же в первом ряду мчили. И сегодня вот все менты говорили, что нет, нет, нет. Там же были в первом ряду Днепропетровские ультрасы. Им было пофиг. Они ментов, вот это Харьковские. И Харьковские они готовы их порвать, если были менты. Так что там очень опасно все это было. Вместе с Харьковскими ультрасами. И много их было. Много тысячи. Я не знаю, сколько там на видео. Не понимаю. Ну, много, не знаю. Две-три тысячи. Много их было вообще. На 300 человек. А половина. Да какая половина? Там из них 250 бабушки, дедушки. И 50 пацанов. Ну, так вот. Так что сейчас вот так вот в открытую идти и говорить, что мы хотим там себе там филилизации, или мы хотим там свободы, или мы против хунты. Как бы открыто это можно только сделать на большом митинге, и только на площади, и только под охраной ментов, которые менты ни хера не с нами. Они так же выстоят. Потому что вот Геопол ментов не контролировал, как бы там они говорили. Но он нихрена их не контролировал. Эти все СБУ там делали напрямую, там, как-то операции. Может, он знал, знать-то он точно знал. Но он это не контролировал, этот вопрос. Порядок, непорядок, не получилось в виде порядка сделать. Ни хрена не получилось. Вот такие герои, Олег. Хорошо. Там посмотришь видео, я там уже и в прямом эфире давал, и как бы и завтра буду видеть их всех. Дальше увидите ссылки, будете смотреть. И я буду показывать, как это все произошло со мной. Ладно, хорошо. Ну, ок, давай тогда. Я тогда это запишу. Ребята, попрошу распространить просто-напросто. Ну, можешь записать, можешь так. Ну, если что, за информацию обращайся. Тебе я не на стрим информацию какую-нибудь там буду по-любому давать. Но я сейчас, я даже не знаю. Я сейчас должен все это понять, я думать у меня два дня бешеные. Понял. Просто. Ладно. Хорошо, спасибо. Пока. Спасибо, ребят. Пока.